Это вопросы границ и критериев. И поэтому мое выступление будет скорее таким конспективным. Я немного расскажу в истории вопроса, как я ее понимаю. И скажу о том, какие вопросы я сейчас слышу в отношении социального, инклюзивного и профессионального театра. Первым делом хотела рассказать, как я сама увлеклась этой встречей с другим человеком через искусство. В 2011 году у нас был тогда другой президент Медведев. Он устраивал встречи с деятелями искусств. И тогда премьер-министр встречался с деятелями конвенционального или консервативного искусства. А премьер-министр, модернизатор, он встречался с деятелями современного театра. И на одной такой встрече, где собрались Кирилл Серебренников, Василий Бархатов, Елена Гремина, руководитель театра ДОК. Он спрашивал люди, чего хотите, чего хотите для искусства. И люди говорили, кто-то хотел крышу новую для здания, кто-то хотел междисциплинарную платформу театральную, как Серебренников, кто-то хотел синтетической оперы современной, как Бархатов. А Елена Гремина сказала, что я хотела бы просить государства о поддержке негосударственного театра при условии социальной работы. Да, мы готовы. Мы, художники, готовы делать в обществе работу, которую делать некому. Например, по социализации, гуманизации, адаптации других людей, людей, которые не вовлечены в культуру. И мы хотели бы, чтобы на этих условиях нам давали возможность заниматься тем, что мы называем творчеством. Медведеву эта история понравилась. И появился проект «Театр плюс общество». Это была государственная программа трехлетняя. И теперь она, Ослава, существует как ежегодная министерская программа «Театр плюс общество». У нее не очень прозрачные условия, скажем так, совсем не прозрачные. Как получить этот грант, непонятно. Но знакомые разные получали и получают. То есть, если у вас есть знакомые в Министерстве культуры, вот можно узнать, как это делать. Но, в принципе, средства выделяются на то, что называется «Театр плюс общество» – «Искусство и люди». И тогда в рамках той программы многие негосударственные театры ринулись в работу с различными социальными группами, которые обделены культурой. И удивительно, что условием-то было, условие-то какое было – вы делаете социальную работу, а мы вам даем возможность заниматься творчеством. Но все до единого художники, которые получали этот грант и занимались этой работой, они делали творческие проекты по вовлечению особых людей, других людей в культуру. То есть, это было то, что я сегодня хотела бы назвать именно социальным театром. Театр, который не только говорит о социальных проблемах, а он включает исключенные из культуры, из общества группы людей в то, что мы называем обществом. И среди тех проектов, вот я сейчас достану кликер специальный, мне дали, сделаю вот так. И здесь я хотела представить этот проект и показать, что впервые этот проект был представлен на фестивале «Золотая маска». Традиционно национальные фестивали премии «Золотая маска» являются способом легитимации того или иного явления. С первого появления таких социокультурных проектов их отмечала «Золотая маска». Вот один из таких проектов был спектакль Костромского танцевального театра «Диалог-данс» с участием глухих людей. Родители и дети глухие вместе с профессиональными танцовщиками совместно действовали на сцене. Это было, с одной стороны, очень убедительно художественно, а с другой стороны, это было очень вдохновенно, потому что на сцене были подлинные люди, с которыми мы в других обстоятельствах не могли бы встретиться. И они действовали, совместно действовали. Это был опыт, новый для нас, как для зрителей, опыт встречи с другим человеком. Итак, в театре сначала прозвучало понятие «социальный театр», и мы стали различать проекты, которые поднимают социальные темы, и театры, которые, например, говорят о родителях детей с аутизмом, и спектакли, проекты, которые включают людей в совместную творческую деятельность, в совместном проекте, в совместное действие на сцене, включают их буквально. То есть эти проекты предоставляли голос, предоставляли сцену людям, которые прежде находились в тени в нашем обществе. После того, как мы осознали эту разницу между социальным театром, как тем театром, который поднимает тему, и театром, который включает людей в деятельность, мы услышали, произнесли это понятие «инклюзивный театр». Инклюзивный театр, который включает с помощью творческих методов методов особого человека, другого человека, в коллективное, социальное, скажем так, тело на сцене и в зрительном зале. Потом стали говорить про обратную инклюзию. То есть инклюзия – это когда на сцене действуют, например, нормотипические или профессиональные артисты с особыми артистами, а в зрительном зале сидит обычная нормотипическая публика. Потом стали говорить о том, что обратная инклюзия – это когда мы видим общность, создающуюся на сцене, и мы, зрители, включаемся в нее. Не наоборот, не мы, некий коллектив, включаем себя, такие добренькие, включаем себя особого человека, а мы включаемся в ту общность, которая создается в творческом акте на сцене. И, собственно, вот я хотела представить проект «Прикасаемые». Это был один из самых громких проектов той поры, когда мы еще не могли определиться – социальный театр, инклюзивный театр, как про это говорить. И 2012, 2013, 2014 годы – это были самые важные годы для нашего движения, для этого явления, поскольку тогда происходила легитимация его, то есть принятие его большой культурой. И, с одной стороны, для меня таким важным событием была победа в фестивале «Золотая маска» спектакля театра «Круг-2» «Отдаленная близость». Я тогда работала в экспертном совете «Золотой маски», и наш экспертный совет собрал самые разные проекты, где были, например, спектакль «Окын опера» с участием таджикских музыкантов, которые работают на московских улицах уборщиками. Был спектакль «Отдаленная близость» с участием людей с ментальными особенностями. И вот, как анекдот вам сейчас расскажу, когда стала заседать жюри, жюри посмотрела все эти спектакли, а там вот рядом тут постановка оперы XIX века, здесь хороший драматический театр, Лев Додин, а тут, понимаешь, таджики-гастарбайтеры, и тут ментальные инвалиды. И вот меня пригласили на заседание жюри, чтобы я объяснила, где там искусство. Ну то есть, что происходит, что за ерунда. Расскажу как анекдот, то, что я пришла на это заседание, там еще никого не было, кроме какой-то красивой женщины, она листала меню, я решила, что она официантка, говорю, вы мне вина налейте, я очень волнуюсь. Она вспылила, убежала, тут вошло жюри, все сели, и она села вместе с ними. И выяснилось, что это балерина Марина Александрова. И как раз вопрос, где тут искусство, был у нее. И вот я искала аргументы и объясняла про то, что в спектакле «Отдаленная близость» мы видим, как артисты особые и обычные соединяются в неком действии, через эмпатию мы соединяемся с ними, и обретаем то самое единство, о котором только в книжках читали. Когда Вольтер говорил, нация собирается в портере, никогда этого не видела. А вот на «Отдаленной близости» в маленьком зале Центра драматургии и режиссуры видела. Это происходило здесь и сейчас со мной, как со зрителем. И это был очень вдохновенный опыт. Вдохновения в театре вообще очень мало, а вот человеческий опыт в театре вообще приобретается крайне редко. И я обнаружила для себя в том социальном театре, который мы уже скоро начнем называть инклюзивным, обнаружила как раз новый человеческий опыт, который я приобретаю в ходе этого спектакля. И вслед появляется спектакль «Прикасаемая», который был очень лихо придуман, потому что, с одной стороны, на сцене действовали любимые мною московские артисты вместе с незнакомыми мне людьми слепоглухими, замечательными, как оказалось, артистами. С другой стороны, там были звезды приглашенные, которые привлекали аудиторию. Там был любимый режиссер Руслан Маликов, который с художницей Джагаровой сделали очень убедительную художественную форму, такую создали для этого спектакля. И там на сцене также происходила коллаборация, соединение людей в совместном действии. Он тоже был чрезвычайно убедителен. И главное, что такая у него была программа пройтись по главным центровым площадкам Москвы и ездить в регионы. И это оказалось очень важной историей, потому что происходил, что называется, ребрендинг особого человека. То есть этот особый человек выступал на главных московских площадках, на самых модных, в Театре нации, в Электротеатре, в центре Мерхольда, где я работаю. И мы страшно гордились, когда этот спектакль принимали, потому что мне казалось, что в тот день, когда в соединении играют спектакли прикасаемые, происходит событие. Это еще одно свойство инклюзивного театра, которое днем с огнем в театре не найдешь. Событие. Спектакли идут годами, они хорошие, похуже, но тем не менее спектакль идет годами, и событийности там с Гулькин нос. А вот спектакль прикасаемые всегда был неким событием, событием, которое происходило между людьми, которые вышли на сцену, и между нами как зрителями. Событийность – это выдающееся свойство этого инклюзивного театра. Так вот, и прикасаемые, и «Золотая маска» с ее увлеченностью социальным театром, они сделали свое дело. Уже и критики, и большие мастера сцены не спорили с тем, что спектакль с участием особого артиста может быть представлен, например, в программе национального фестиваля выступать на большой сцене. Но я помню, в 2015 году на форуме петербургском Борис Павлович, который к тому времени был приглашен Андреем Могучим в БДТ и выпустил там великий, на мой взгляд, спектакль «Язык птиц», представил его в рамках форума. И собрались там разные важные, выдающиеся деятели культуры российской на этом спектакле. И мы сидели по кругу вокруг сценического пространства, а на сцене складывался какой-то магический круг, в котором совместно действовали, даже не скажешь, танцевали они, танцевали, нет, говорили, двигались, совершали совместное движение, а потом стали совместно танцевать, камлать люди. И поначалу мы там разглядываешь человека на сцене и думаешь, интересно, какой у него диагноз, вообще есть ли у него диагноз. И ты в какой-то момент забываешь про это и видишь перед собой единое человечество, которое в ритуальном, в каком-то магическом круге собралось. И вот этот вот вихрь, который складывается на сцене, он засасывает тебя как зрителя. Вдохновеннейшее переживание, огромный опыт. И я слышу, как после спектакля руководители московских театров, ну не буду их имена называть, застегивают пиджаки свои на своих желудках и между собой разговаривают про то, что ну хорошо, пусть молчу дят, но вот на моей сцене этого никогда не будет. Чего не будет? Этого, мол, безобразия никогда не будет. Что они понимают под безобразием, что понимают под театром, вот вопрос. И в тот момент казалось, что это движение не остановить, движение особого театра или инклюзивного театра, и что сейчас начнется лавинообразное развитие этого явления. И вот объявили результаты экспертизы для «Золотой маски» в этом году. И в списке номинантов на «Золотую маску» нет ни одного инклюзивного театра. Мне кажется, что сейчас происходит. Мне кажется, социальный или инклюзивный театр вышел из моды. Но это не является вызовом для инклюзивного театра. Это значит, что сейчас нужно засучить рукава и делать кропотливую, тонкую, важную работу. Потому что мода приходит и уходит. Особый человек нуждается в социализации. А культура нуждается в том ресурсе, который она обнаружила во встрече с особым человеком, с другим человеком. И вот... Так, подождите, что-то я листаю быстро. Так, про театр, международная встреча. Особый театр, да? И вот в какой-то момент мы задались вопросом, инклюзивный театр — это социокультурная практика или это искусство? Если мы полагаем инклюзивный театр как деятельность по вовлечению в культуру, в творческий акт особого человека, другого человека, то что это — социальная практика или искусство, и что здесь действительно может быть ресурсом эстетическим, что может быть ресурсом для культуры? Мы стали использовать еще одно понятие — особый театр. Особый театр — то есть эстетическое явление, которое, разумеется, выполняет некую социальную работу, но мыслит себя первым делом как эстетическое явление. И вот круг художников и людей, которые занимаются инклюзивным театром, который именно так, как особый театр, характеризует свою работу, это круг, собственно, круга региональной организации по социализации и адаптации детей с ментальной инвалидностью их родителей, и круг-два, дочка этого легендарной организации. Вот эти два московских, скажем так, лидера, два московских игрока на сцене инклюзивного театра, они как раз задаются, все 25 лет своей жизни, своей работы задаются этим вопросом, где у нас творчество. И все эти годы они также проводят фестиваль в такой форум инклюзивного театра, который называется «Про театр». Вы наверняка знаете этот фестиваль. Это биеннале раз в два года в Зиле на такой тоже модной площадке. Собираются самые интересные или самые действенные инклюзивные театры страны, и раз в год в центре Мерхольда на нашей меньшей сцене собирается небольшая выборка международная, то есть несколько спектаклей из-за рубежа и России, где мы можем увидеть контекст, в котором обретается сегодня, мировой контекст, в котором обретается наш российский инклюзивный театр. И вот пятый год в этом марте будет программа собираться в центре Мерхольда. Я не специалист в инклюзивном театре, я наблюдатель, я любитель. Скажем так, что я могу как любитель сказать нашему сегодняшнему представительному собранию, что мы не лаком шиты, что наш инклюзивный театр глубок, очень существенен, здорово и, я бы даже сказала, выигрышно выглядит в мировом контексте. Чему мы можем учиться у мирового сообщества? А это вот видите, там я в центре на фоне надписи про театр, и наша аудитория, многие из присутствующих здесь бывали в нашем зале, на наших дискуссиях, мы смотрим спектакль час, например, или полтора часа, потом еще два-три часа разговариваем об этом спектакле. И еще в рамках этого фестиваля про театр международные встречи проходят и образовательные программы, то есть мастер-классы, и такие интеллектуальные круглые столы, на которых мы пытаемся опознать, где профессиональный театр соединяется с инклюзивным, чему профессиональный театр может у инклюзивного театра учиться. Тех, кого считаю главными игроками сегодня в инклюзивном театре, это Круг и Круг 2 Москва, пиано Владимира Чикишева, который здесь. И, кстати говоря, в вопросе эстетика или этика, Владимир сказал, что он написал заявление, выходит из школы, и теперь он будет заниматься исключительно театром, театральной деятельностью. То есть вот в этом выборе между этикой и эстетикой, может быть, самый опытный деятель инклюзивного театра сделал свой выбор. И это новый игрок соединения, создавший сеть школ инклюзион. Я очень рада с вами познакомиться, кого-то знаю, кого-то нет. Это очень ответственно выступать перед вами. Есть Упсала, который, Упсала-цирк питерский, который многие годы частной организацией занимался работой с депривированными детьми, с беспризорниками, как они их называют. И теперь в фокусе их интереса оказался особый человек, другой человек. Есть Борис Павлович, которого, кажется, нет с нами. Он мой старый товарищ, режиссер драматического театра, который вот уж действительно человек с профессионального театра, который нашел свой источник, свой родник вдохновения и развития в особом театре. И вот в Питере идет спектакль «Квартира-разговоры», который, мне кажется, одним из таких вершин инклюзивного театра, поскольку он является встречей с особым человеком, что называется, в пространстве частной жизни. И это новый шаг в инклюзивном театре. Так вот, хотел бы вернуться к вопросу, чему мы могли бы поучиться у европейцев. Это вопросы не творчества, а это вопросы институциональные. В Европе и в Америке социокультурная работа или инклюзивный театр, он работает на территории культуры. В России он работает на территории либо социальных служб, либо образования. Вот «Пиано», например, находится в системе образования «Круг», и «Круг-2» действует в системе образования, то есть финансируется в системе образования. И настоящий переворот, настоящим событием станет для нас, если культура не просто включит в свою деятельность инклюзивные спектакли, инклюзивную деятельность, но если наши руководители отрасли нашей осознают, что инклюзивный театр — это ресурс для культуры, осознают, если они будут участвовать в финансировании этих проектов более активно, чем делают сейчас на уровне гранта «Театр плюс общество». Я помню, когда мы приходили с Еленой Греминой к Софии Апфельбауму в Министерство культуры и объясняли, что Медведев спускает распоряжение о том, что нужно создать проект «Театр плюс общество». Она говорила, что я не смогу объяснить чиновникам, почему мы на социальную работу тратим деньги культуры. И я тогда еще не знаю ничего, за слово «инклюзивия» говорила, мне казалось, я такой изобретатель, говорю, а мы занимаемся вовлечением в культуру, вовлечением в культуру другого человека. Отлично. Через вовлечение в культуру финансирование Министерства культуры можно пустить на социокультурную работу. И мне кажется, что вот что станет серьезным толчком и поддержкой для всей нашей российской культуры. если инклюзивный театр будет осознан и государственными театрами как источник собственного развития, как источник чего-то важного. И если эта работа перестанет быть уделом энтузиастов, которые неизбежно выгорают, устают, и если работа энтузиастов, людей, которым мы обязаны существованием инклюзивного театра в стране, будет поддерживаться и будет делаться совместно с профессиональным государственным театром при поддержке государственных бюджетов. И последний слайд, который я хотела вам показать, это вот в тот момент, когда... Еще одно понятие – партиципаторный театр. В тот момент, когда у нас только... Когда мы переживаем, с одной стороны, расцвет инклюзивного театра или особого театра в России, но с другой стороны, мода на инклюзиву проходит, и слава богу, я говорю, приходит еще одно понятие к нам, и критика одновременно. Одновременно критика социокультурных проектов и инклюзивных проектов в театре. Она приходит из-за рубежа в виде толстой и притолстой книги, Клэр Бишоп, это британская исследовательница. Эта книга называется «Искусственный ад», и она рассказывает про театр соучастия, партиципаторный, значит, театр соучастия. Театр, в котором художники при участии различных социальных групп, любителей, горожан, особого человека, кого угодно, они соединяются в совместном акте и меняют жизнь к лучшему таким образом. И вот это очень влиятельная книжка, и она, видите, я специально ее принесла, чтобы посмотреть, она толстенная. С одной стороны, это критика того, чем вы, чем мы занимаемся, потому что... А с другой стороны, это каталог всех возможностей. Это энциклопедия партиципаторного театра 20 века. Здесь описана тьма проектов, которые могут нас вдохновлять, к которому мы не то что подражать можем, мы можем учиться на чужом опыте и вдохновляться чьим-то опытом в своей работе. И критика в этой книге такого рода. Клэр Бишоп предлагает нам посмотреть на наше явление, которое можно называть и особым театром, и инклюзивным, и социальным. Предлагает посмотреть вот каким углом зрения. И мне кажется, что важно, что сегодня здесь собрались социальные работники в этом зале. Он говорит, если это социокультурная деятельность, то какие критерии оценки ее? Если это социальные критерии оценки, то давайте увидим в социальной сфере проекты, которые выполняют эту работу гораздо более эффективно. Ну, правда, 18 человек участвует, вовлечено в творчество и деятельность. Цена контакта слишком высока. Да, может быть, какой-нибудь другой проект, может работу по социализации или вовлечению в общество, в категории граждан, выполнить лучшее. Тогда, если ваш проект не социальный, то он каков? Если он художественный, то каков критерий этой художественности? Это тот самый вопрос, который мы ломали голову и думали, что он касается только нас. И вот этот вопрос встает в этой книге, которая посвящена тому театру, который в 20 веке мыслил себя чем-то большим, чем развлечение, мыслил себя больше, чем имитация действительности. Он мыслил себя искусством на границе между реальностью и искусством. Это театр, который хотел менять реальность, хотел делать ее лучше. И где здесь социальный эффект, а здесь искусство? Вот этому вопросу посвящена эта книга. И этот вопрос стоит перед нами. И мне кажется, нам очень важно сейчас общаться с людьми, которые занимаются социальной работой. Понимать, что делают они эффективно, эффективнее нас, и не делать этого. Предоставить им делать их работу хорошо. Не делать плохо то, что в тех или иных социальных проектах делается эффективнее и лучше. Осознавать свою идентичность, понимать, в чем наше преимущество. Преимущество, например, инклюзивного театра перед любой другой социальной деятельностью. Осознавать его и понимать, что если мы занимаемся искусством, то каков здесь критерий? И в этой книге предлагаются критерии. И я рада была согласиться, не соглашаясь с критикой этой книги, согласиться с критериями художественности. Потому что Клэр Бишоп называет критерием искусства, то есть критерием театра в инклюзивном театре. Следующее, она говорит, это эмоциональное переживание зрителя, которое создает в нем новый, прежде не существовавший опыт. Это искусство, которое создает новый, небывалый человеческий опыт. И, собственно, если мыслить инклюзивный театр как искусство, создающее между художниками, артистами и зрителями некий новый опыт, то можно в этом направлении как-то двигаться. Есть еще, если говорить про социальные критерии, то можно, конечно, говорить о количестве людей, вовлеченных. Ну, это такой вообще количественный критерий. Но есть еще один критерий из социальной сферы, который мне нравится, и который мне нравится оценивать инклюзивный театр. Это социальный капитал, который попросту называется доверием. Доверие, да. То есть мне кажется, что доверие – это как раз тот критерий, который находится на стыке между социальной деятельностью и творческой деятельностью. Театр создает самый дефицитный товар в нашей стране. У нас уже и плитку проложили в Москве, у нас и что-то там в космос летает, не всегда падает, и у нас Олимпиады проходят, и чемпионаты мира проходят. В общем, мы во всем молодцы. Но у нас очень низкое доверие между людьми, доверие между людьми и социальными группами. Инклюзивный театр – это как раз тот мост, который прокидывается между, пробрасывается, прокладывается между людьми отдельными, между социальными группами, и в путь строительства этого моста создается доверие. То, чего нам страшно не хватает, и мне кажется, что это еще один критерий, которым можно руководствоваться, руководствоваться, оценивая собственные проекты. Осталось время, я так специально гнула, чтобы мы могли с вами поговорить. Если у вас есть вопросы друг к другу, либо ко мне, может быть, мы… Одна молодая искусствовед, культуролог, я ее встретила в Туле на каком-то семинаре, и смотрю, у нее толстая книжка, на которой ничего не написано. Я спрашиваю, что за книга. Она говорит, эта книга ругает все, что вы так любите. После этого я ее купила и прочла от корки до корки, ведь она критикует все, что я люблю. Она критикует вас. Год назад возникла ассоциация деятелей инклюзивных искусств. Не то, чтобы она совершила какие-то великие дела, но она как раз может рассматриваться нами всеми, как еще одна платформа для встреч, для обсуждения наших совместных интересов. И она с лебя, эта организация мыслит как лоббист как раз перед обществом с одной стороны, перед властью с другой стороны, лоббист интересов инклюзивного театра. Вот я там указала адрес этого сайта от диска. 2 декабря будет такой круглый стол, маленький съезд от диска, если кто-то может в нем быть, то в библиотеке Островского 2 декабря будет встреча, где мы будем говорить о том, каковы наши организационные, финансовые вопросы, творческие вопросы, будем разбирать какие-то конкретные кейсы, то есть случаи, где будет разбираться механизм реализации того или иного проекта. такая маленькая школа социокультурного планирования. Но что бы я хотела сказать про коллаборации, про гранты. Я работаю на государственной театральной площадке, и у меня никогда не будет на площадке финансирования для инклюзивных проектов. Я могу привлекать эти гранты на отдельные проекты. Я не смогла бы завести на базе своего театра инклюзивную, например, студию. Но что показывают лучшие образцы таких вот проектов, именно проектов, когда люди собрались на проекты, разошлись, и никто не травмирован, оказался этим расставанием. Это когда, например, государственный театр работает с театральным или нетеатральным студией инклюзивной, которая возникла либо на базе родительской организации и существует в какой-то сфере образования, или на каком-то другом гарантированном источнике финансирования находится. И тогда люди собираются на проект, и у людей, у ребят, например, из этой студии появляется возможность выйти в широкий мир в рамках одного проекта. Не навсегда, разумеется. Вот мне кажется, самыми дельными как раз проекты, где соединяются организации разных интересов. Самые бессмысленные проекты это проекты, где собрались люди для того, чтобы сделать что-то, что им оказалось интересным в этот момент их жизни, и потом разошлись. Нет, организация и организация. То есть люди, у которых долгосрочные интересы, соединяются между собой в рамках одного проекта. Вот в Томске, например, случился спектакль в театре кукол-скоморох совместно с театром глухих, танцевальным театром глухих Индиго. И тот, и другой стабильно работают. И театр глухих, и театр скоморох. И Надежда Конрева, такой энтузиаст из Москвы, организовала проект, в рамках которого они привезли британского, шотландского, вернее, режиссера, который съел собаку на соединении между собой и людей. И он соединил ребят из Индиго с артистами драматического театра. Вы понимаете, что это две планеты абсолютно разные. Люди с низкой договороспособности. Но он сумел их объединить, и они сделали спектакль. Этот спектакль, не знаю, идет ли он до сих пор, но два года он шел на этой сцене. И спектакль для зрителей этого театра. Он был адресован к зрителям драматического театра. И он давал им совершенно новый опыт встречи, во-первых, разговора о другом и встречи с другим человеком. Это был опыт и для артистов театра кукол и Индиго, но огромный опыт для зрителей. Закрылся спектакль, не закрылся, я не знаю, но он делает свою работу, он сделал свою работу, потому что он был местом встречи людей. Не регулярной ежедневной работы, но местом встречи. А регулярная ежедневная работа у театра была своя, у Индиго была своя. Поэтому мне кажется, что и ассоциации, и такие форумы, и такие семинары, как сейчас, должны быть возможностью выработки таких проектов, таких инициатив, таких дел, где бы мы не делали ненужной, глупой, модной работы, а где бы мы работали между собой на стыке наших интересов. Социальные организации, образовательные организации, инклюзивные театры-студии, где 25 лет изо дня в день люди занимают свою работу, и профессиональный театр, который хотел бы стать местом встречи особого человека и, не знаю, обычного горожанина. Это, вот я говорю о том, что мода прошла, и процесс не так быстро происходит, как хотелось бы, но он идёт, он идёт, и, может быть, как всё стоящее, он не... как всё стоящее, он происходит медленно, потому что такие стоящие вещи прорастают, как прорастает зерно, как растут люди, как растут дети, и нам не нужно торопиться, нужно быть здесь вдумчивым, и главное, не делать ненужной работы, потому что на пути социокультурной работы, на пути как раз инклюзивного театра многие инициативы оказываются благими намерениями, которыми выложена дорога в ад. Именно в ад. И каждый из нас, наверное, назовёт несколько таких примеров, таких проектов, когда хотели как лучше, а вышло хуже не бывает. И если в сфере, как сказать, драматического театра, чистого творчества, пусть там всё что угодно происходит, от них ни пользы, ни вреда, от этого театра ни пользы, ни вреда, хорошо, если он оказывается каким-то сильным переживанием для кого-то, то в социокультурной работе, в инклюзивном театре может быть вред. Например, тот, о котором вы говорите. Люди встретились, расстались, и кто-то из них оказался травмированным этим расставанием. Поэтому если можно что-то не делать, то лучше не делать. Но вообще весь инклюзивный театр в России – это дело рук энтузиастов, которые были настойчивы, и их дело стало социализироваться. И Пианы Владимира Чикишева, и Круг. Я знаю, что Круг – это была родительская организация, которая просто упорно шла вперёд, вперёд, вперёд. Сначала работали для своих детей, потом стали работать и для других детей. И преодолели выгорание, и всё прочее. Конечно, любое хорошее дело начинается с энтузиазма. Но сейчас так много инклюзивных, классных организаций. И если у тебя есть, например, я государственный театр, у меня есть ресурс вот просто сочинять что-то мне с нуля и приглашать энтузиаста в работу, бессмысленно, потому что правильно будет поддержать как раз тех, чей энтузиазм прошёл испытание временем. Я бы коллегам из городов посоветовала как раз фестиваль «Про театр», который собирается в ЗИЛе ежегодно. Это огромный форум, где можно встретить партнёров для гастролей, для совместной работы, по обмену опытом, по организации мастер-классов. А «Про театр международной встречи» в центре Мерхольда – это такая вишенка на торте, она очень важная, очень существенная, но менее ресурсная для тех, кто ищет партнёра, ищет метод, ищет опыт. Я, конечно, как человек театра мечтаю о том, чтобы выдающийся театральный фестиваль «Новосибирский транзит» стал площадкой для разговора об инклюзивном театре и коллаборации. Да, спасибо. И вот сегодня я приехала в спектакль из Москвы «Гроза», и завершая, я хочу сказать, что самым большим, конечно, вызовом со стороны инклюзивного театра, театру так называемого профессионального, является постановка классики. Ведь классика – это территория нормативного, территория нормы, где есть некие царят образцы, и мы знакомы с этими образцами, мы росли на этих образцах. Каждый из нас представляет себе, что такое «Гроза», всякий может сказать, что «Гроза» – это то-то, а не то-то. Всякий может кинуть упрек режиссеру, что он неправильно поставил «Грозу», он не понял Островского. И самым, конечно, радикальным вызовом, который может кинуть профессиональную театру инклюзивной, это когда он заходит на территорию классики, на территорию норматива, и он приходит со своим ненормативным, особым артистом, со своей особой выразительностью, со своим особым взглядом на все, и пусть они трепещут. И мы тоже трепещу, ожидая сегодняшнего спектакля. Мне кажется, это самый содержательный и важный разговор, который может сегодня происходить в особом театре или в инклюзивном театре, это имеет ли право особый театр, инклюзивный театр, прикасаться к классике, что он может дать этой классике, что он дает зрителям, когда прикасается к классике. То есть, ведь работая на территории нормы, но предлагая что-то иное, ненормативное, этот театр колеблет самые основы этой культуры, либо обогащает ее, либо развивает эти основы, изменяет наше представление о норме. И, может быть, он это делает, работая на территории классики, еще более радикально, чем когда сочиняется современная пьеса или делается какая-то концертная композиция для работы на сцене. В общем, сегодня вечером мы увидим спектакль. Мне очень интересно было бы услышать ваше мнение по окончании спектакля. Будет дискуссия? Давайте поговорим об этом после грозы, понимая, что самый сложный, самый высокий, конечно, планку ставит для себя тот инклюзивный театр, который касается классики. Это не значит, что нужно непременно ставить для себя эту планку, но будет о чем поговорить нам сегодня вечером. Спасибо. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...